Всем привет! Сегодня у нас урок, как написать бит в стиле Lil Peep'a. Сейчас мы немножко послушаем, как он звучит вначале. То есть самое важное в этом стиле, чтобы была акустическая гитара. Ну, чаще всего, акустическая гитара. То есть она придает именно вот такое звучание атмосферное. Здесь просто fx обычный, просто как хэд с голосом. Вот, ничего особенного. Ну, немножко реверба на него накинул, чтобы звучало атмосфернее. Дальше пошел основной бит. Что у нас здесь есть? Здесь у нас есть рабочий снейр. Тоже на него накинул много реверба, потому что в Lil Peep'a всегда очень много реверба, что на голосе, что на бите. И, ну, это, конечно, умеренно, но все-таки много. Потом обычный кик. Партия вообще несложная. То есть, вообще ничего особенного здесь нет. Потом у нас идет, опять же, Chanted Head с голосом. И Bass 808. Тоже ничего особенного в этом нет. Ноты сильно не прыгают, то есть они не скачут, как попало там ввесь. Такого здесь нет. То есть в основном одна-две ноты, они тихонько так переходят одну в другую, что создает такое мягкое, приплывающее звучание. Здесь у нас обычный FX. В принципе, на этом все. То есть здесь еще есть Head. Тоже Head очень простой. То есть, как видите, тут просто в некоторых местах он ускоряется, но в целом он все равно на одной и той же ноте стоит. Просто фигачит. Все. То есть, в принципе, больше ничего здесь не нужно добавлять. Самое главное найти сэмпл гитары. В данном случае я сам писал гитару, но в принципе можно найти и самому. То есть, как искать вообще сэмплы. Можете написать либо в Ютубе, либо просто в поиске в Гугле, просто пробить там гитар сэмплс, либо там доп гитар сэмплс, либо там акустик гитар сэмплс и так далее. То есть, разными способами можно найти, и он выдаст там столько много треков, что вы просто задолбаетесь каждый слушать. И в любом случае вы найдете что-то интересное. То есть, что я сделал? Я взял сэмпл этот, подставил его под ритм, то есть, чтобы он у меня здесь и здесь одинаково был. То есть, чтобы он влезал просто под сетку. Все. В принципе, что здесь много? Так, теперь по обработкам посмотрим. Гитара, 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 гитара. Вот гитара у меня. Здесь denoise, потому что вот видите, шум у меня здесь был. Я его немножко убрал. Потом у нас измикс. Но это просто для гитар очень часто помогает. Немножко такое усиление. То есть, здесь компрессия и эквализация. В принципе, думаю, у вас все нормально и не стоит это вам будет ставить. Но, возможно, вам понадобится измикс. Можете его скачать, вам посмотрите, какие фишки с обработками. Так, дальше у нас папфильтр. Здесь просто эквалайзером срезал низ, чтобы бас не прикрывал, то есть, вот восьмой не прикрывал гитару. Иначе будет каша полная. Все. В принципе, здесь обработки все. Больше ничего нет. Снэр. Как я говорил, много реверба. Тоже больше ничего здесь нет. Кик. Немножко поднял здесь на 1000 герц. В данном случае у меня кик был такой, что нужно было пробить его немного. Поэтому... Просто чуть-чуть ярче становится. Потом чейнт. С голосом. Тоже много реверба. Больше тоже ничего нет. Хай-хэт. Тоже, а только реверб. То есть, в принципе, тут везде только один реверб накинут. Больше ничего голосового и нет. Это 808-й. Ну, вот восьмую минуту только я вот немножко добавил перегруза, чтобы он звучал более плотнее. А здесь сайдчейн. Сайдчейн это вот с кика у меня идет. Вот, как можете видеть. То есть, когда играет кик, вот видите, он как бы пробивает бас, чтобы кик был лучше слышно. А в этот момент, ровно когда ударил кик, бас немножко тише становится. Все. Больше тут тоже ничего нет. То есть, в принципе, вот все инструменты. Что у меня на мастере. На мастере, в принципе, тоже ничего сложного нет. Всем советую, прямо обязательно скачайте зато по зону 5. Ну, или седьмой, как вам больше нравится. Мне пятый больше нравится. В принципе, не важно. Что здесь есть? Здесь, в принципе, есть все для мастера. То есть, здесь и эколайзер, и реверб свой, и эксайтер. Эксайтер очень полезная штука. То есть, что он делает? Тут можно каждую частоту, вот, например, выделить соло. И немножко перегрузить ее. Следствие чего, не просто вы поднимаете, как бы вы на эколайзере полосу верхней частоты. То есть, это как бы на эколайзере вы здесь подняли, и все. Типа у вас... О, ну все, у меня ярче стало. На самом деле, он поднимает вообще все подряд. И это будет звучать так себе. А именно эксайтером, то есть, он перегружает звук немного, ламповым. То есть, у меня в данном случае лампа стоит. И звук становится ярче именно. То есть, не просто высокие поднимаются, а именно звук ярче. То есть, он просто... Вот этот весь спектр перегружает немного... То есть, как бы перегруз такой небольшой получается. Из-за этого немножко ярче становится. И более приятный такой звук, чем просто, если поднять эколайзера. Вот. Потом у меня тут... То есть, каждую полосу можно выделить, немножко перегрузить. В данном случае я больше вверху перегрузил, чтобы все-таки как-то посочнее было. Потом стерео имейджинг. Что это такое? Тоже очень полезная штука. То есть, ты также можешь выделить любую... Частоту. И вот он показывает, насколько широко у тебя звук. То есть, вот у меня снейр очень широко, гитара немножко по центру, ну и так далее. Вообще, низ стоит, конечно, в моно убирать. То есть, прямо вот так. В данном случае у меня тут все нормально. Я мог... Эм... 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 На высоких частотах я немножко шире делаю звук, чтобы он звучал более широко. Вот. И дальше у нас... идет максимайзер обычный. То есть, вот. Всегда обязательно оставляйте 0.3... Эм... То есть, что он делает? Если поставить просто в 0, вот этот стебел будет до 0 доходить. Почему этого не стоит делать? Когда вы будете доводить до 0, вы же будете его сжимать в mp3, в любом случае, если будете скидывать на любой сайт, и он будет клипить. То есть, будет не 0, а будет плюс 0.5, плюс 0.3 и так далее. То есть, где-то в таком диапазоне. Из-за этого будет искажение, и оно будет неприятно для слуха. Поэтому нужно всегда оставлять запас по громкости. Небольшой такой. То есть, принято обычно на всех носителях делать, да, вот такой запас громкости. И когда вы уже будете закидывать на сайт, уже будет практически 0. И не будет никакого перегруза лишнего. То есть, стоит об этом помнить. Вот. Ну и это просто лимитер. То есть, я вот здесь оставил, чтобы просто все как бы немножко громче было. Сильно перегружать тоже не надо, потому что, если кто-то будет на него записываться, если вы сильно перегрузите, там максимизируем прямо вот так. Ну то есть, ну это, это лютая дичь. Ну то есть, просто все перегружено настолько жестко, что там вообще некуда залезть. Вокалу будет, и, ну, невозможно ничего еще будет на него записать. Все. Больше никаких обработок здесь нет. В общем, подводим итоги. Что вам нужно знать? Находите сэмпл гитары акустической. Первое. Второе. Бит простой. Не должно быть ничего сложного. Там 808 обычный. Незамысловатая партия снейра, кика, там, какие-нибудь фиксы можно накинуть, там, ну вот я в данном случае тайт накинул, там, хэт с голосом. И 808 тоже обычный такой, то есть, он просто бьет, 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 и все, в принципе. Все, больше здесь ничего не надо делать. LLP попростые биты, но они крутые из-за того, что есть много реверба, и он сделан в меру, и есть акустическая гитара. То есть, в принципе, если только акустику оставить, этого уже достаточно, на самом деле. Просто мы немножко приукрашаем эту акустику такими простыми битами. Все. На самом деле, все очень просто. Ворботки тоже очень простые, тоже в основном только реверб. Ну и там, ищите эколазером так, чтобы все садилось в меру. Как баланс отстраивать еще, тоже у всех часто вопрос задается. Ну, в данном случае LLP, ба, гитара выходит на первый план немного все равно. То есть, как бы, сама ударка, сам бит немножко на втором плане. Все-таки все держится на акустической гитаре. Вот. Ну и, соответственно, вы выставите так баланс, чтобы гитара немножко ярче была, чем мысляные инструменты. То есть, в данном случае у меня микс вот такой. Но опять же, это все зависит от сэмпла. То есть, не обязательно прям вот вот так поднимать там или вот так. Все зависит от того, какая исходная громкость была. Вот. Поэтому стоит об этом думать, а не просто бездумно, типа, а, вот здесь я поддобавлю громко, здесь я убавлю, и это неправильно. Вот. Все, всем спасибо за урок. Надеюсь, это было вам полезно. Ищите хорошие сэмплы акустические и вообще очень легко будет сделать бит стиль лппа. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ждите новые уроки. Также не забывайте ставить комментарии, кого вы хотите, чтобы я еще разобрал. Все, всем спасибо. Всем до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok